В Доме сегодня обсуждали концепцию закона о передаче церковного имущества. Ранее этот документ вызвал острейшую полемику между священнослужителями и представителями музейного сообщества. Дело дошло до взаимных обвинений в корысти, хлопаний дверями и писем президенту. Но сегодня все было как-то потише. Концепцию закона одобрили, но ряд положений решили все-таки доработать, чтобы сгладить противоречия. В том, что они остаются, убедилась моя коллега Наталья Трофимова. Несколько раз в год Успенский собор Московского Кремля превращается из музея в церковь. Музейщики и священники договорились использовать храм по очереди, но скоро договоренности могут не понадобиться. В Госдуме общественность обсуждает закон о возвращении собственности церкви объектов религиозного культа. Здание, построенное как храм или мечеть, или синагога, или дацан, лучше всего живет как культовое здание, а не как склад, запрасник или реставрационный мастерский. Восстановить историческую справедливость теперь будет непросто, считает руководитель музея городской скульптуры Петербурга Владимир Тимофеев. Под ведомственное ему учреждение строилось как усыпальница и храм, а в советское время работало как почта и общежитие. Его еще в 90-х церковь пыталась вернуть себе, но из-за советских переделок сделать храм. Храмом оказалось невозможным. На данный момент у нас стране, наверное, большое количество более существенных проблем, которые нужно обсуждать, чем вот решать этот вопрос. Ну, не горит он сейчас, правильно? Может быть, жизнь растает все на свои места. Смиренно ждать, когда Минкульт вернет монастыри и иконы историческим владельцам церковь не намерена. Священнослужители опасаются, что через какое-то время и передавать будет уже нечего. 220 тысяч объектов музейных утеряны безвозвратно. Как мы понимаем, похищенные, утерянные, неизвестно куда подевавшиеся иконы, потиры, чаши. Это печально. Это печально. Это смешно. Это просто смешно. Не так давно была проведена полная инвентаризация, и я была членом этой комиссии. Практически ничего не было утеряно и практически ничего не было разрушено. Кто лучше сможет сохранить для потомков предметы старины, это и есть камень преткновения в этом музейно-религиозном споре. Содержать все эти объекты, это все, на самом деле, большая финансовая нагрузка на любую организацию. Поскольку у нас серьезные организации являются не коммерческими организациями, они занимаются бизнесом, они в основном ориентированы на пополнение своих средств за счет жертвователей, то, конечно, это большая трудность. И большой доход, ведь намоленная древняя икона привлечет в церковь тысячу прихожан. Иначе как можно, например, объяснить ярое желание священнослужителей поместить икону Тарапецкой Божьей Матери из реставрационного центра русского музея в новоиспеченный храм святого Александра Невского в элитном поселке Княжье озеро на Истре? Икона, которая никак не соотносится не только с конкретно этим коттеджным поселком, о чем, я думаю, ни у кого даже не возникает сомнения о том, что икона там просто не должна находиться. Ну и даже ко всей Московской области эта икона не имеет никакого отношения, потому что она целиком связана с северо-западом России. Эта икона 12 века практически не видела света и не выпускалась из рук реставраторов. Музейщики считали, если до нового храма она доедет целой, уж слишком критическим было состояние реликвии, это будет настоящее чудо. Так и случилось, и даже больше. На самой иконе, по утверждению священников, чудесным образом затянулась сантиметровая трещина. Наталья Трофимова, Дмитрий Нефедов, Тимур Тимир Булатов и Светлана Шишкина, 5 канал, Москва. К разговору о передаче «Церковное имущество» присоединяются гости нашей программы. Глава отделения Союза православных граждан России Кирилл Фролов и режиссер Александр Невзоров. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Глебович, давайте начнем с вас, как с противника идеи возврата движимого и недвижимого имущества церкви. Что вас пугает в этой инициативе? Да меня, честно говоря, ничего не пугает, потому что православие сейчас, да, это что-то вроде тенниса при Ельцине. Был Ельцин, и был страшно популярен теннис, и брюхатые, несчастные люди вынуждены были махать ракетками для того, чтобы быть на хорошем счету, как чиновники. Сейчас примерно такая же история. Понятно, что все это довольно быстро прекратится, и встанет вопрос об обратной передаче, потому что в России, слава богу, умеют не только давать, но и отбирать. Кстати говоря, отбирать умеют с процентами, но вообще претензия РПЦ к серьезным ценностям напоминает известный разговор о том, что там заводы рабочим, землю крестьянам, а море матросам. Вот РПЦ ко всем этим ценностям имеет такое же отношение, как море имеет к матросам, потому что у церкви, которая была частью государства российского, и жила за счет российского бюджета, никогда не было ничего своего. Это свое возникало в какие-то периоды, но это благополучно отбиралось русскими целями. Но, Александр Глебович, простите, но многое из того имущества, за которое сейчас бьется церковь, да, многие предметы этого искусства, они действительно раньше находились, по крайней мере, в храмах и церквях, а не в музейных собраниях. Поэтому нельзя назвать просьбу вернуть отнятая или перенесенная уж вполне необоснованной? Вполне необоснованная, потому что если мы вспомним, почему производилась реквизиция церковного имущества, эту всю позорную историю, когда церковь отказалась передавать свои побрякушки, для того, чтобы их продать в пользу голодающих по Волжье, когда был чудовищный голод, и государство, которое тогда не хотело ссориться с церковью, вынуждено было пойти на эти жесткие реквизиционные меры. Церковь проиграла. Проиграла, поставив, скажем так, не на того, в той сложной политической борьбе. И поэтому можно было бы говорить о некой милости со стороны государства, о том, что да, им готовы возможность предоставить, оправлять свои культы в каких-то их молитвенных домах. Хорошо, давайте дадим слово вашему оппоненту. Кирилл Александрович, вот вы слышали аргументы Александра Глебовича. Ваша точка зрения? Если это можно назвать аргументами, господин Невзоров просто говорит такие вещи, которые выставят в деполемике, он оправдывает чудовищный большевистский террор против церкви, как известно, разорение церковных святынь шло, не было. Ленин не писал, что чем больше расстреляем попов, тем лучше. И мы знаем, что реквизированные церковные ценности шли не на помощь голодающим, а голод был вызван, собственно, большевистской политикой военного коммунизма, а шла мировоззренческая, идеологическая борьба с православием и так далее. Так вот, те, кто выступают против возвращения церкви и святынь, по сути, продолжают эту лидию большевистского...